Протестание Фабио Мореско. Ему сегодня ассистируют Дамьяно Диорио и Марко Скатральи. Завар. Да, мяч оказывается у футболистов Милана. Лео, хорошая передача, штрафная площадь, Жиро, это ударная позиция, бьет француз и спасает свою команду. Мадука Окои. Да, это настоящее спасение. Первый сегодняшний матч Рафаэл Лео, ну каков красавец. Увидел коридор, а покатил на Оливье Жиро и тот, не теряя времени, по-моему, пользу Россонери. Подача хорошая, борьба на втором этаже. А здесь Феррейра. Рейндерсу. Рейндерс ждет подключения Тео Эрнандеса. Эрнандес подача, штрафную площадь Оливье Жиро. Мягко коснулся этого мяча, но это после классной передачи Тео Эрнандеса. Ну, вряд ли пытался, прорубал дорогу на Ближний Восток, но сейчас не об этом. Атака Удинезе, и может получиться интересная прострельная передача, если бы не Симонкин. Самый Брагимович считает, что должен быть это конте. Подача, штрафную, и Окои, мяча касается на всякий случай, на всякий пожарный этот высоченный галкепер Удинезе. Он же не знал, мало ли, может быть, кто-то там успеет этого мяча коснуться. Так давно отказал на поле, и вы тоже наверняка знаете об этом. Если на дли подает. Борьба, штрафная, конец. Центральный защитник забрал штрафную, но это подарок для Миньяна. Это подарок для Миньяна. Круги вообще в целом забыть первый круг, потому что Удинезе начинал его с другим тренером. А сейчас Удинезе пропускает. Отличный гол. Робинол. Смотрите, как развивалась эта голевая комбинация. Тео Эрнандес простреливает из 165. И только 4 тренера в истории Милана одержали 100 побед в серии А. Это Карло Анчелотти. Так, у нас атака Удинезе. Удар по воротам. И Самарджич забивает. Очень важно. Мелись о личном контракте. Все, осталось поставить в подпись. Вот здесь здорово ушел Аткера. А здесь не все так просто. Штрафнадар. Исен Адли и Телорнадос у мяча. Четыре футболиста в стенке. Адли подает. Борьба здесь на втором этаже не состоялась. Уолл был единственным, кто претендовал на этот мяч. Рейндерс подача еще одна. И на выходе играет Мадука Окоя. Длинная передача вперед. Штрафную площадь на лофт Сачика. Но Аржич нет. Дальше уже не пройти. Да, не удар. Но Майк Миньян к нему готов. Майк Миньян к нему готов. Пятая компенсированная минута у нас подходит. 2-1 в свою пользу. Исен Адли резко подает. И отбивает этот мяч Окоя. Дальше контратаки никакой не получится. Единоборств. Даже удивительно, что по итогам первого тайма всего лишь одна желтая карточка. Казалось, что предупреждений должно быть больше. Подача штрафной площадь. Выход Миньяна. Уверенно действует французский галкипер Милан. Робровокл мяч. Подача штрафной от него. Удар по воротам. И это спасение. Это спасение Мадуки Окоя. Ну вот, оставить сегодня, соответственно, девятая игра, когда выходит на замену. Вариант Овен с мячом. Он штрафной площади. Прострельная передача. И может быть момент для удара. И момент для гола. Потрясающая совершенно возможность была у Пайеру. Но только что... Уж не знаю, причем здесь вообще Джордан Зимура. Зимура еще на скамейке запас. Так как Пайер же вышел на футбольное поле. Я тут уж ваш комментатор немножко поплыл. Прошу прощения. Товен. Товен может исполнять дальний объет. Ближний бьет над душами у Майка Миньяна. Флоран Товен. Все регалии Флориана Товена. Здесь он мяч получает. Казалось бы, ничего опасного. Перед ним Габиа. Здесь же есть и Рейндерс. Ну вот что может произойти... Вернее, Тевернандес и Рейндерс. Вот что может произойти такого, что позволит Флориана Товена двух этих уважаемых господ оставить в дураках и выйти на ударную позицию? Казалось бы, ничего. Но мяч, словно, горячую картошку. Горячую картошку. Да, только что из-под костра. Подача Адли. Высоко и хорошо, но без пожара и без выноса. Хотя иногда вот такие выносы становятся передачей, дающей право выйти один на один. Миньян играет против Луко Ювич и Ноа Окафор. С Ювичем, похоже, будет переподписание. Об этом сейчас во все говорят. Это удар Луки. Удар Лоренцо Луки. Так что если забьет сегодня, то можно будет претендовать на три очка. Пока нужно отобороняться как следует. В атаке Удинезе. И еще должны были сыграть попроще. Может быть, даже развить обстановку. Но в итоге так и не понял, кому играть по этому мячу. Что с ним делать. И позволили Толриену Калабриену. Его настигает. Комара. Комара с правой ноги. И точно в руках. Не знаю, почему я назвал его матья. Ну, я думаю, что сам Габи на меня не в обиде. Подача. Подача от Экизибе. Экизибе. С левой ноги. Ну, тут уже заживало. Мяч нужно было раньше принимать решение. Ну, и вот так. Галкипер Удинезе сейчас может выручить свою команду. Пока без удара. Адли ложный замах. Но Товен прекрасно понимает, что должен подавать Адли. Поэтому закрывает левой ногой ему траекторию движения. Подача штрафной, тем не менее, возникает. А вот здесь уже Пайеру отрабатывает. Флоренция в одно касание грузит мяч. Штрафную площадь Адли. Ну, Адли. Товернандес и Синадли вошли в символическую сборную по итогу прошлого тура. Там же и Оливье Жеру. Но пока ни в какой они не в сборной. А вот сейчас может быть и да. 2-2. 2-2. И забивает этот мяч Оливье Жеру. Не Лукаевич. Лукаевич на четвертый мяч. Лукаевич. Давайте смотреть. Рафаэл Лео. Заброс вперед. Вот здесь Товернандес подключается к атаке. Прострельная передача. Удар Оливье Жеру. Но это гол. Это гол Оливье Жеру. Я думаю, что могут переписать на француза. Мяч пересек, по-моему, на все 100% линию ворот. После касания перекладина. Но заискует тот, не пьет известную субстанцию. Товернандес. Прострельная передача. Передача. И вот так уже сообщат он. И Мадон... Странная такая немножко передача получается. Но она получается. Это гораздо важнее, чем ее странность. И Майк Миньян, если бы не голкипер Милана... Вот так сразу и не разберешься. Кому победа сегодня нужна больше? Кто ее больше желает? У Динеза или Милана? У Милана, естественно, мастерства побольше в ногах. И не только в ногах. И вот такая передача проходит. Йович может решить. Йович на исполнение бьет. Но не попадает. Удар очень опасный от Оливье Жеру. Под самой перекладину. Но Маду Каукоя на месте. Нигерийский голкипер, хозяев поля, грамотно занимает позицию. Этот мяч летел у него над головой. Но Оливье Жеру хорош. Пережив отсутствия Давида Калабрии на футбольном поле. Подает от углового флажка. Флоренция грузит. Борьба на втором этаже. Скидка. Моменты. 3-2. 3-2. Но Окафор. Вот для чего он вышел на футбольное поле. Чтобы на третий добавленный... Подача классная от Флоренция. Скидка от Оливье Жеру. Но Окафор первым касанием мяч принимает. Ну а вторым отправляет ближний угол. Готовится подавать от углового флажка. Санди Ловридж, безусловно, один из лучших футболистов у Динайза сегодняшний матч. Ее удар какой! Фабио Мореско не торопится. Фабио Мореско хочет продлить наше удовольствие. А мы ему говорим спасибо. Хотя бы за эти полтора...